Тварь ли я дрожащая или право имею? А давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Здановская в программе «Про право». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире ПЛНФМ и программа «Про право». Я ее ведущая Анна Здановская. Программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства. Сегодня у меня в гостях уполномоченный по правам ребенка в Псковской области и человек просто с активной жизненной позиции – Соколова Наталья Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Викторовна. Ну, наступило лето, детки вышли у нас на каникулы. Ну и, соответственно, у родителей появилось очень много вопросов. Ну, давайте, наверное, самыми основными. Мы сегодня с вами о самых основных попробуем поговорить и осветить их. Ну, наверное, перво-наперво перед подростками летом стоит вопрос, куда пойти работать и как это сделать. Ну, а у родителей, естественно, в этой связи ряд опасений. То есть, куда отправить ребенка, как сделать так, чтобы ребенка не обманули и не обидели. То есть, вот, чтобы были соблюдены максимально его права. Поясните, пожалуйста, есть что-то вот рассказать? Ну, да, перед каждым ребенком, особенно старше 14 лет, летом стоит два вопроса. Первый – как хорошо отдохнуть или где можно немножко заработать? Ну, про отдых чуть позже, а вот, отвечая на ваш вопрос, в регионе есть региональная программа занятости несовершеннолетних. И очень рекомендую и родителям, и несовершеннолетним трудоустраиваться именно официально через Центр занятости населения, где именно и реализуется региональная программа поддержки несовершеннолетних в части летнего трудоустройства. Потому что, к сожалению, поступают обращения и в прошлом году, и в этом году уже от родителей по вопросу обмана, в принципе, не оплаты труда несовершеннолетнего. Особенно если это, ну, такой самый легкий труд, раздатка флайеров, каких-то там бумажек рекламных, и обещают ребенку оплату ежедневную, посуточную или там по мере дня, и эта оплата никаким образом не проходит. Ребенок день, два, три неделю работает, его кормят завтраками, в итоге время потрачено под солнцем подпалящим, изнывая от жары ребенок поработал и ничего не получил. Вот чтобы исключить случай обмана, я рекомендую, повторюсь, обратиться в Центр занятости, либо обратиться на биржу труда для того, чтобы заключить трехсторонние соглашения, они заключаются между Комитетом, либо Центром занятости, Комитетом по труду и занятости населения, теми работодателями, которые предлагают места для несовершеннолетних, и самим несовершеннолетним. И хочу напомнить, что с 14 до 16 лет при трудоустройстве обязательно требуется согласие родителей, а с 16 лет ребенок может уже трудоустроиться самостоятельно. Трудовая книжка при этом заводится, как по практике? Нет, чаще всего нет, хотя, насколько мне известно, вот у меня есть несовершеннолетние ребята в составе моей детской команды, которые трудоустроены, и у них в 16 лет уже появились трудовые книжки. Но когда временное трудоустройство, тут я вам должна вопрос задать, как юристу, предусмотрено это или нет? Нет, ну законом-то понятно предусмотрено. Я к тому, что все-таки к чему? Что если мы обращаемся именно непосредственно через государственный орган, через центр занятости, то это некая гарантия того, что и права ребенка относительно рабочего времени будут. Потому что я так понимаю, что есть не только относительно невыплаты заработной платы, но и злоупотреблением именно времени у детей. Естественно, есть ограничения и по времени, и по тяжести самого труда, которому могут привлечь детей. Поэтому комитет имеет, и центр занятости, соответственно, имеет все необходимые установки, с какими работодателями стоит заключать трудовые отношения, с какими не стоит. И здесь важно быть бдительным, потому что еще самый, наверное, главный, хоть я говорю еще, самый главный вопрос, вопрос безопасности ребенка, чтобы он не пострадал во время своего трудоустройства, пусть и временем. Ну это и инструктаж, и то, о чем поговорят родители и так далее. А скажите, а вот по практике-то у нас в Псковской области относительно вот этих сигналов, какие-то меры к нерадивым работодателям применяются? Да, конечно, применяются. Мы рассматриваем эти вопросы, но если есть факты обращения, то впуть до рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних. Хорошо. Вы уже начали говорить про вашу команду детей. Ну я так понимаю, это вы про детсовет, про активных детей в Псковской области. Расскажите, пожалуйста, вот про это ваше направление работы, потому что я знаю, что это и востребовано, и интересно детям, но интересно, конечно же, родителям, которые хотели бы, чтобы их активные дети с активной жизненной позицией были не просто активны в школе, но и имели это продолжение где-то еще. Расскажите, пожалуйста, про этот ваш проект и как он работает. Детский общественный совет, преуполномоченный по правам ребенка, это, как мы называем, региональный орган детского самоуправления. Почему так? Потому что в состав детсовета входят дети, представители из всех муниципальных образований региона. Абсолютно всех 26, возраст от 14 до 17 лет. Это активные дети, которые попадают в детсовет путем выборов внутри муниципального образования, либо в школе, либо в межушкольном пространстве. В декабре у нас формируется каждый год новый созыв. То есть это, в принципе, дети с активной жизненной позицией, активные, инициативные, старательные, кому могут доверять другие дети, делегировать им право представлять интересы детей того или иного муниципалитета вот в детском таком коллегиальном совещательном органе. Для нас самая важная задача – сформировать у детей, во-первых, понятие того, что их голос может и должен быть услышан взрослыми, и детские проблемы, они звучат звонче, если их озвучивают сами дети. Для нас важно, чтобы дети понимали, что их повестка дня, она соизмерима по значимости с повесткой дня у нас, взрослых. Ну вот, например, качество детских игровых площадок. Мы сегодня вместе с представителем детского совета, с представителем совета отцов, с ГТРК, с экспертами проезжали по детским площадкам по инициативе детсовета. Ну это действительно важная проблема, особенно в летнее время. Конечно. И это даже не вопрос только школьников, да? Конечно. Это не детский вопрос. Это вопрос, который нам, взрослым, нужно решать. Или вопрос безопасности нахождения детей на воде. У нас недостаточное количество лицензированных пляжей, на которых разрешено купаться. Но в жаркое время года все хотят подтянуться поближе к водоему. И дети озвучивают эти темы. Или тема школьного питания, или тема качества здравоохранения, и невозможности попасть к врачу, например, и так далее. И не просто это озвучивают, сидя кулуарно, а инициируют проведение опроса среди своих ровесников. Проводят в районах. Мы собираем, аккумулируем эту информацию. И я с этой информацией выступаю на разных площадках, как уполномоченный по правам ребенка. В этом году у нас появился Федеральный детский общественный совет при федеральном омбудсмене. И наши дети также вошли в состав этого федерального органа. Вот первая встреча была совсем недавно в Москве. Наш регион представляла Аня Харламова из Невельского района. Очень порадовало ее впечатление о том, что да, все дети классные, все регионы классные, но мы самые лучшие, потому что мы команда. И я горжусь этим, потому что, вы сказали, проект. Наверное, совершенно уже не подходит это слово к детсовету. Изначально это был проект, а сейчас это команда, которые друг друга пытаются поддержать, в которой друг друга каждый день. У нас есть болталка, в которой каждый день дети пишут что-то, рассказывают. Вот сейчас пора экзаменов государственных, и они прописывают, они рассказывают, они друг друга поддерживают, они каждое утро желают друг другу доброе утро, каждый вечер, спокойной ночи. И там больше 160 человек вот в этой болталке. Уже семья? Ну, может быть, не семья, но вот команда, в которой можно полномочия определять, в которой можно делегировать эти полномочия, где есть взаимозаменяемость, и где дети знают, что срок их полномочий год. И за этот год они должны самореализоваться, за этот год они должны попробовать сформировать команду у себя в муниципалитете, потому что в следующем году будут перевыборы. И они остаются с нашей командой и помогают уже в качестве кураторов прям на несколько районов активизировать детей. Но ведь все-таки, когда это 26 муниципалитетов и территориальная отдаленность 500 километров, не наездишься, не навстречаешься. Но мы придумали интересный, на мой взгляд, формат. Придумали, опять же, дети. Называется он Псковский детский форум, и вы участник его, приезжали к нам как наставник, и проводили занятия, поэтому понимаете, о чем я. Ну, это действительно интересное такое нововведение, я считаю, потому что часто бываю на различных мероприятиях в регионах, и на самом деле такого не слышала, чтобы кто-то проводил. Мы действительно, как вы правильно заметили, впереди планеты всей относительно именно задействованности, наверное, правильно детей, и защиты их интересов, и, в принципе, их инициатив. Потому что важно, чтобы не просто дети сидели дома и читали книги, а именно были общественно социализированы, правильно. Социализированы, конечно. Поэтому на самом деле, да, это детский форум, и там уже интересные форматы были представлены. Да, мы проводим обучение, и эти обучения проходят в рамках выездных форумов на базе, либо в лагере, в рамках семинаров, с которыми мы приезжаем в школы вместе с членами детсовета, вместе с нашими наставниками, и второй год этим летом мы проводим смену лидеров в детском лагере «Стремительный». В прошлом году у нас было 100 детей из 22 районов. В этом году чуть меньше, 90 человек пройдет через смену лидеров, но большее количество районов. Это члены детсовета, правильно я понимаю? У нас члены детсовета, члены ученического самоуправления школьного, потому что в детсовете всего 29 человек, из них половина у нас едет на смену, у остальных там свои какие-то семейные обстоятельства, кто-то 11 класс не может поехать, потому что свои уже цели, задачи. Но мы стараемся на площадке и Псковского детского форума, и смены лидеров научить детей основным социальным навыкам для того, чтобы подготовить, в принципе, смену детсовета, чтобы в декабре, когда проходит выбор, дети в школах уже знали о том, что есть детсовет, о том, что есть вот такая площадка, как детский форум, где можно себя самореализовать. Поэтому мы только что проводили встречу, такой мозговой штурм, наши вожатые, наши наставники и ребята, кто был в прошлом году на смене, и кто в этом году планирует, по сетке смены. И ребята говорят, вот это вот надо усилить, это надо углубить, это вообще можно убрать. В принципе, стоим на том, что именно важно слышать детей. То есть уже готовитесь активно к смене лидеров? Вовсю. Дискотеки будут? Конечно. В этом году сняты ограничения, это, кстати, не только в отношении смены лидеров. Сто процентная наполняемость. Остаются ограничения, конечно же, по допуску взрослых на территорию, без справок, подтверждающих здоровье и эпидемические все вот эти нормативы. Они должны быть выдержаны, потому что уже обращаются ко мне родители с жалобами на то, что их не допускают в лагерь и не выпускают на пару часов ребенка из лагеря. Опять же, пользуясь вашей площадкой, хочу сказать, что правило есть правило. Закон суров, но он закон. И мы не можем таким... Если мы будем допускать всех желающих на территорию лагеря или выпускать детей, мы не сможем сохранить детей в том же состоянии, в котором они поступили в лагерь здоровыми. Поэтому нужно отнестись с пониманием, тем более в день, когда оформляется путевка, каждый законный представитель ставит свою подпись под правилами, с которыми он ознакомлен. Там это все прописано. То есть родительские дни, которые ждут родители, на сегодняшний момент пока их не будет. Что будет дальше к концу лета, может быть, будут какие-то сдвиги, изменения. То есть есть определенные отмененные ограничения, но некоторые все-таки сохраняются, и это законно. Да, и персонал в лагере, например, на кухне продолжает находиться в масках. Скажите, пожалуйста, ну уж коль скоро мы этого вопроса уже косвенно затронули, этот вопрос. А все-таки по документам, которые необходимы для того, чтобы в лагерь попасть, на сегодняшний день какие-то изменения есть, новшества? Нет, все в рамках принятого законодательства. То есть необходимо заявление, необходима медицинская карта 079У, в которой все закреплено, прохождение всех необходимых врачей. И, в принципе, оплата. А то, что требовали в прошлом году относительно контактов с коронавирусными больными и так далее, на сегодняшний день отменены эти документы? В карте медицинской обязательно должно быть прописано отсутствие контактов с вирусными заболеваниями. То есть не было контактов. Это всегда было в справке, независимо от ковида и без ковида. То есть ничего в этой части не было? Ничего не усугубилось. Хорошо. Ну и опять же, на сегодняшний день мы коснулись разговора лагеря. Ну, например, если лагерь не всегда во Псковской области, и необходимо, например, куда-то ехать и ехать. Да, наши дети ездят и в Крым, и ездят и в Краснодарский край отдыхать. И в этом году второй раз поедут в океан, во Владивосток. Это какая-то проектная деятельность, или это какая-то программа, или это просто добрая воля родителей? Есть совершенно разные направления. Есть, ну, самое важное, да, это чтобы попасть в любой федеральный центр, будь то Артек, будь то Орленок, будь то Океан, либо лагерь смены в Анапе, необходим комплект документов, подтверждающих достижения ребёнка. Разная градация идёт, муниципальный, школьный уровень, региональный, федеральный, всероссийский уровень, там идёт проболовка и так далее, за первые места, просто за участие в различных акциях. Всё это можно почитать на сайтах данных учреждений и выбрать для себя либо направление, которое тебе интересно. А там есть и спортивная, и патриотика, и экология, и много-много-много всего. Вот. Я скажу, что у нас в детсовете ребята очень активно включились в этот процесс. И вот Даня Гущин недавно у нас вернулся из Артека, а до этого, в прошлом году он был в Океане, был в Смене. Он уже проехал все федеральные центры. И он говорит, Наталья, я свою программу выполнил, потому что у него в следующем году 11 класс, и думать нужно будет уже о поступлении. И мы всем прям рекомендуем в 9-м, 10-м классе обязательно пройти через какой-либо федеральный лагерь, потому что это стоит того. Ну да, он теперь может поделиться опытом. Да, он рассказывает. Со своими коллегами-сверстниками. В этом году мы двух человек от детсовета отправляем в Океан. В августе там пройдет во Владивостоке смена детских общественных советов. Двух человек мы отправляем туда, тоже приедут, расскажут. А некоторые отказались ехать в Океан и в Артек, потому что будет проходить смена лидеров. И для меня это тоже дорогого стоит. Поедут осенью. Ну это здорово. Но все-таки, а хотелось бы уточнить, а есть какие-то, например, на сегодняшний день льготы именно по проезду, по возмещению денежных средств родителям? Потому что, например, если это Владивосток, это достаточно, ну как я понимаю, не оплачиваемо откуда-либо, да, это вложение там родителей, да, и там билеты порядка 70 тысяч, это как бы достаточно, ну, большие деньги. Есть ли вот какие-то для деток льготы в этом отношении? Ну, во-первых, путевка в лагерь, вот то, о чем я сказала, этот путь, это бесплатная путевка в лагерь. Можно и купить путевку, она будет стоить недешево. Да, и родительская плата, она только за транспортные расходы. Есть период, когда есть льготы на ЖД-транспорт, компенсация, да, или там она как правильно называется, льготы для школьников по проезду. Если говорить про Дальний Восток, то есть субсидированные билеты. Вот нашим детям мы сейчас покупали подешевле билеты, они субсидированы. И в основном, конечно, траты за детский и здравительный отдых, это все ложится бременем на плечи родителей. Но напомню, что в прошлом году и в этом году у нас действует программа кэшбэка и позволяет родителям вернуть определенную сумму. И в прошлом году очень активно наши родители этим пользовались, особенно родители тех детей, которых отправляли за пределы региона. Это не только юг, это и Карелия, это и Ленинградская область, и Подмосковье и так далее. Это при условии, что полная оплата производится. Да, совершенно верно. Ну и есть, сохраняются там определенные льготы для бюджетных категорий, но сейчас кэшбэк перекрывает. Ну, хорошо. Вот мы готовим ребенка, ну, естественно, психоэмоционально, в любом случае, если ребенок в первый раз едет в лагерь, мы его готовим. Что нужно родителям обязательно объяснить детям? Вот есть то, чем мы можем, например, вожатым, облегчить их работу, да? Потому что, ну, понятно, что дети, когда попадают в социум, то тут как бы о порядке говорить не приходится, к сожалению. Ну, потому что они дети, и это нормально. Ну, каких-то таких рекомендаций, которые где-то нормативно задекларированы, я не скажу, потому что это все прописано... Ну, по-человечески, да. То есть прописано, что, о чем поговорить, о правилах поведения, о том... Это все прописано и в путевке, и в правилах, да? Что там не трогать ползучих, бегучих и так далее, животных, чем это, кусачих, да, буйки не заплывать и так далее. Но я могу, наверное, попробовать это все дело сформулировать, как мама ребенка, которая своего ребенка в лагерь отправила в возрасте 7 лет, когда она еще не училась в первом классе. И как сейчас, спустя 15 лет, я узнала, что она абсолютно этого не хотела. То есть, вероятно, нужно все-таки дать оценку социальному восприятию ребенка того, куда его собираются погрузить, того процесса. Есть дети, которые активно включаются во все, знакомятся, они быстро интегрируются, знакомятся, им вообще все прекрасно. А есть дети, которые этот процесс замедленный. Это неплохо и нехорошо просто потому, что они такие дети. И родитель должен сам понимать, вот его ребенок адекватно воспримет ситуацию отрыва от мамы, от папы, нахождения не совсем комфортных для себя условиях. Потому что я сравниваю себя, когда я была ребенком пионерского возраста и была в лагере, и мы вообще не обращали внимания, извините, на состояние туалетов или там сколько человек в комнате. Да и в принципе и дети сейчас на это не обращают внимания. На это обращают внимание родители. И претензии-то в основном, конечно же, мы же понимаем планку, какую мы хотим увидеть, хотя никогда ее, наверное, не видели. Поэтому родителю нужно понимать, готов, не готов ребенок, поговорить с ним, хочет, не хочет. Да, к сожалению, иногда родители настаивают, потому что работа, и лучше, чтобы ребенок был под надзором и с питанием, чем он будет слоняться во дворе, потому что у тебя отпуск еще не скоро. Но проговорить о том, как дружить, как познакомиться, как не стоит там вступать в конфликт или как мириться. Прям вот показывай, мирись-мирись и больше не дерись. О том, что есть вожатые, кому ты можешь подойти рассказать. О том, что есть медицинский пункт. О том, что я могу к тебе приехать. О том, что есть телефон, и ты можешь мне позвонить. Но, к сожалению, часто так бывает, да не часто, это стандартная психология. На четвертый-пятый день в лагере у ребенка наступает некий кризис восприятия. То есть он ожидал одно, но это у каждого человека. А он получает или недополучает, или переполучает. И он звонит и говорит, все, забирайте меня, я больше здесь не хочу находиться. И здесь разрыв у родителя. С одной стороны, уплочено, и вроде как обещали, а с другой стороны, то, что ребенок несчастен. Мне кажется, что нужно дать ребенку шанс позвонить, может быть, родителям вожатому, сказать, что-то у моего там не ладится. Может быть, вы на него посмотрите с другой стороны. Может, дайте ему лишнее поручение. Может быть, где-то приголубьте, да, если там выплакаться, пожалейте его, обнимите там и так далее. Потому что на самом деле, вот когда проходят вот эти пять дней, это практически у каждого внутри, даже у взрослого человека. Вот это внутреннее какой-то протест. Даже в отпуске иногда, мне кажется, через пять дней ты думаешь, что уже, наверное, надо на работу выйти. А на следующий день ты понимаешь, нет, мне даже этого мало. Вот самое главное, поговорить с ребенком, обсудить с ним, что там будет интересно. Вот еще такой момент, когда мы отправляем на что-то в школу ребенка, и говорим, вот там Мария Ивановна, она такая, она там тебе двойки ставит. Вы создайте положительный образ школы, лагеря. Что она самая лучшая Мария Ивановна. И не только... Хочется надеяться, что это возможно. Нужно проговорить. И понятно, если у вас ребенок до 10 лет нигде никогда не был, если он ни разу не был в походе, если он с вами только ездил максимум в Турцию, в Египет, ну или минимум, я не знаю, у кого какие возможности, то, возможно, нахождение в детском лагере будет для него таким стрессом, потому что это не all-inclusive, хотя, в принципе, это all-inclusive, потому что питание правильное, здоровое и так далее. И про дружбу, про отношения вот это тоже. Если ребенок никогда не умел, не общался, то подумайте, может быть, вы лучше отправите к бабушке в деревню. Ну, а с другой стороны, если к бабушке в деревню, то опять не научусь общаться. Как и не умел, так и не буду уметь. Мы же видим потребности ребенка, кому-то этого вообще не надо. Но если вы уже отправили, увидьте в сотрудниках лагеря для себя ваших соратников, которые вам помогут в том, чтобы ваш ребенок социализировался. Потому что, на мой взгляд, нет ничего лучше, чем детский лагерь. Потому что это дружба, это танцы, это присмотр, это куча мероприятий. И в лагере даже самые тихие дети, даже самые дерзкие дети, они раскрываются совершенно по-другому. И они сами говорят, я в школе за 5, 6, 7, 10 лет ни в одном мероприятии не участвую. А в лагере их со сцены не стянуть. Потому что в школе их где-то недоценили, потому что есть свои звезды. А здесь они раскрываются совершенно по-другому с самых необыкновенных сторон. И это очень круто. Поэтому лагерь – это прекрасная школа жизни, школа возможностей. И старт для развития детей. У меня в прошлом году на смене были дети, впервые поехавшие в лагерь, которые в этом году заканчивают 11 класс. Никогда не были. Они в этом году едут к нам вожатыми. То есть уже у них другой этап. Конечно. Они уже захотели к нам приехать работать. В общем, резюмируя, если вдруг поступает на пятый день или чуть-чуть пораньше, звонок от ребенка, не нужно торопиться, я правильно понимаю. Забирать, а нужно просто как бы... Поговорите с вожатым, позвоните заместителю директора по воспитательной работе, спросить, может, он с кем-то поругался, может, его обидели, может, девочку дернули за косичку. Ну, понятно, если ребенок бьется в истерике и кричит, заберите меня отсюда, то сердце матери никакое не выдержит. Приедьте, поговорите все равно, посмотрите, что там произошло. Надо учить детей общаться. Не через ватсапы, не через контакты, а глаза в глаза, конечно. А где лучше? В школе другие задачи, там нужно знания получать. А лагерь, возможность для самореализации, это потрясающая возможность. Хорошо. И безопасность, я все время буду это подчеркивать. И безопасность. Следующий мой вопрос все-таки к вопросу безопасности. Летом, к сожалению, возрастает детский травматизм. Ну, понятно, что мы своим детям рассказываем об основах всех основ, но, к сожалению, есть такие случаи и в прошлом году, и в этом, я думаю, ни для кого не секрет, когда дети, например, попадают в дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах. И, к сожалению, вот оно так. Как-то вообще проходит, ну, я просто вот честно не слышала и вот не на слуху эта информация, мониторинг опасных участков, там, актуальности светофоров, актуальности каких-то пешеходных переходов, какая-то работа в этом направлении ведется, потому что вот действительно вот есть ряд таких случаев, где дети действительно на пешеходных переходах, там, регулируемых или нет, попадают вот просто под колеса автомобиля, к сожалению. Но дорожно-транспортные происшествия стандартно занимают второе место в череде всех случаев гибели, травматизма детей. Но шире отвечу. Мы с 2018 года участвуем во всероссийской акции «Безопасность детства». И в рамках этой акции проверяем со всеми органами системы профилактики. Зимой пожарную безопасность, выход на лёд, например. Летом у нас это площадки детские, это места, которые могут себе нести потенциальную угрозу для жизни и здоровья, заброшенки, люки, подвалы и так далее. Но и в рамках летнего периода у нас и ГИБДД проводит работу, и в лагеря приезжают и рассказывают детям о правилах безопасности. Потому что, к сожалению, даже зная правила, не всегда мы их соблюдаем. И можно много об этом говорить, пока ты не будешь на личном примере всё это воспринимать. Поэтому работа проводится. И насчёт проверки светофоров я тут точно не скажу. Я думаю, что это в компетенциях ГИБДД. На светофорах, кстати, я не встречала. Встречала на пешеходном переходе травматизм. Где потом уже впоследствии поставили светофор. Но это, к сожалению, печальная история, когда, чтобы поставить светофор или нарисовать эту зебру, нужно, чтобы что-то случилось. Но вот, к сожалению, есть такое дело. Так же, как, например, в ряде регионов у нас почему-то эта тема никак не хочет двигаться. Сотрудники госавтоинспекции считают, что отвлекает внимание. Когда трафаретами при переходе на пешеходный переход пишется надпись «Сними наушники». Ты переходишь на проезжую часть. И это действенно работает в ряде регионов. Я сама видела, когда приезжала в командировки. У нас почему-то не хотят, что-то там отвлекает. Не знаю, не эксперт. Это, может быть, простимулировало. Потому что я и сама лично являлась свидетелем, когда ребенка сбивали на велосипеде при переезде. Ну, правда, там, где нерегулированный пешеходный переход. Потому что наушники. Потому что он не видит. Потому что он не посмотрел по сторонам. Но это, конечно, не снимает ответственности с водителя. Не, ну, наушники действительно, наушники и отсутствие отражающих вот этих элементов, это действительно проблема, которая, к сожалению, ну, вот, которой нет там в других, например, каких-то больших регионах, но которая зачастую могла бы спасти жизнь, да, в условиях там плохой видимости, либо просто, да, средь бела дня. На железной дороге. Но я скажу, что лето – это не повод отдыхать всем органам системы профилактики. И они все это отработают в лагерях. И мы также поедем в лагеря вместе с нашими коллегами следственного комитета из МВД, для того, чтобы лишний раз напомнить детям. На днях мы вместе с линейным отделом полиции выходили в приют на набаты. Они рассказывали о правилах поведения на транспорте, и на железнодорожном транспорте, и на водном транспорте, и так далее. Проговаривали, в том числе, правила поведения. Понятно. Хорошо, Наталья Викторовна, спасибо вам большое за очень увлекательную беседу. На самом деле, теперь, наверное, многие из наших слушателей, услышав про детсовет, расскажут об этом своим детям. Если наши слушатели были дети, то, невосредственно, они придут и будут полезными своим сверстникам, прежде всего. Я напоминаю, это была программа «Про право». Я ее ведущая Анна Сдановская. А в эфире была «ПЛНФМ». Спасибо. А давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Сдановская. В программе «Про право».